Сюда не попасть по обычному билету. Я по-другому себя слышу. Все финны помешались на этих панелях. Вот я сижу и все. Сейчас это вот все офисы так делают. Он растет. Это очень круто. Мы тебя не слышим. Когда нужно побыть одному с своими мыслями. Заговоры идут о женской груди. Модный такой цвет и материал приятный на ощупь. В диване самая важная вещь, конечно, я считаю, долговечность. Простое функциональное решение. В чем отличие нашего дизайна от европейского? Здесь китайцы покупают у китайцев. Такой стул стоит. Этот диван стоит. Всем привет. Я сейчас с группой дизайнеров приехал в Хельсинки. Компания POKENMAN устроила для нас сегодня тур. Это посещение Хабитат. Это выставка мебели, новинок, дизайна в Хельсинке. Она проходит каждую осень. Мы сейчас попали в Pro-зону. Это отдельный павильон именно для профессионалов, для дизайнеров. Сюда не попасть по обычному платному билету. Здесь выставлены к новинке, образцы. Мы ходим, все это смотрим, вдохновляемся. Это акустик. Да, это акустик. Акустическая панель здесь. Звук другой внутри находит. Я по-другому себя слышу. Можно такие две кабинки составить вместе. Будет переговорная зона. Она на колесиках. Здесь есть USB-чарджер. Я хочу обратить внимание на презентационную зону. На самом деле, этот цвет красный. Он был в Стокгольме. Он вообще очень модный. Ну, в общем, здесь объем решен цветом, по сути. Здесь все решено цветом. Все решено цветом, да. Это акустические панели. Они сами являются как элементы дизайна. Просто горшки, мне кажется. Это просто полки для горшков. Модные горшочки, модного цвета. Уникальные горшки. Зато смотри, какой крутой кактус. Вот этот вот. Все финны помешались на этих панелях. Это у них везде. Я смотрю, это ноу-хау. Все началось с кабинок, которые я в Стокгольме снимал. Которые сейчас продаются просто тоннами. В этой зоне очень много посвящено именно акустике. Разделение зонирования и изоляция людей друг от друга. Можно сидеть вот так. Для тех, кто кат час любит на стуле. Вот я сижу и все. Она очень устойчивая. Тогда можно и там еще что-нибудь воткнуть. Прям хорошо все работает. Когда заказчикам говорят, что сейчас в моде дизайн 70-х, все пугаются, вспоминают Советский Союз. А это не всегда так. Мне это почему-то напоминает фильмы с целью Кубрика. Это рабочий стол. Здесь обтянут звуковым материалом. Если мы будем сидеть друг напротив друга, как айтишники, интроверты, которые замкнут в свой мир, мы не будем друг другу мешать. Но при этом мы будем сидеть, занимая минимальное количество пространства. Сейчас это вот все офисы так делают. Я недавно обсуждал это в одной антикомпании. Они сажают людей друг напротив друга, чтобы они не мешали друг другу. Их закрывают этими звукоизоляционными историями. А здесь, кстати, распечатанные дерева просто. Ну, причем нормально смотрится. Реально нормально смотрится. Да, 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 он растет. Это очень круто. Это... Круто. Ну, вот мне говорили, что это сейчас вообще супер, супер популярная история. Дело в том, что у него будет посещать. Нет, угол наврядов. На законодательном уровне обязали А, серьезно? Делать такие столы, трансформирующие, растущие. И стулья, и стулья в том числе. И стулья тоже, да. Здесь такая же... Акустическая кабина, опять не попасть. Я говорю. Мы тебя не слышим. Давайте его оставим там. В общем, когда нужно побыть одному с своими мыслями, то садишься, отворачиваешься и находишься в тени, никого не слышишь и слышишь музыку. Мы садимся в кабинку, врубаем свою музыку, ставим столик и работаем. Ладно, что вы меня не слышите музыку, да? Я не на мой взгляд, что-то меня слышно очень хорошо. Да, да, да. Свети сюда камеру. Ты нам не мешаешь? Ну, да, да, совсем. Ну, здесь громко. Прикольно. Я еще не напомню. Ну, это такая итальянская история. Вот лампы, которые все фоткали в Милане, которые все называют. Ну, по-разному ее называют. Но в основном заговоры идут о женской груди. Какая ширма с цветочками. Это же очень круто, да? В общем, это мне все напоминает стокгольмскую выставку в миниатюре. Это аналоговый способ создавать коллажи. Никакого фотошопа. Я забрел какую-то зону, где продаются матрасы, плиты. Сейчас я назад вернусь, вот так, к мебели. Вот, кстати, стенд компании Похьянман, которая нас сюда привезла. И мне очень нравятся эти диванчики. Очень модный такой цвет и материал приятный на ощупь. В диване самая важная вещь, конечно, я считаю, долговечность. Что наши витечественные диваны очень часто превращаются в какую-то просто ерунду уже через месяц. Ну, и, конечно, важно посидеть, понять, насколько удобный тебе диван. Что-то они бывают разные по глубине, то есть они могут быть более длинные, ослабленного отдыха, более короткие стандарты. Бывают совсем короткие, чтобы сидеть вот так, общаться. Вот это что-то среднее. Похьянман дизайн такой в стиле, очень крутой. Все в ногу со временем в тренде. Столики эти брутальные, скандинавские. Тоже мощно смотрятся. Здесь такое простое, прикольное решение, когда сверху просто вот дверь вылезает выше верхней плоскости, здесь создается вот такой контур, за который не вылезет ничего. Но в то же время мы можем захватывать и открывать дверку. Простое функциональное решение. Смотрится круто, очень просто и круто. В чем отличие нашего дизайна от европейского? Европейцы продают эмоции. Они продают радость, счастье, ми-ми-ми, шу-су-сю, ку-ку-ку. Сапоги на потолке, да, вау-эффекты. Что продают наши? Пафос. Панты. Ну так это и есть пафос. Одна единственная эмоция на весь дизайн, понимаешь? Еще очень часто пафос в проектах искажает дизайнеров, и они тоже становятся очень пафосными. И это очень печально. Это очень смешно. И смешно, согласен, да. А это очень прикольная петрушка. Нет, реально петрушка, походу. А, вот здесь профиль просто, смотри. И сверху лежит просто керамогранит. Вот она, скандинавская ванна. Слов с перегородкой. Да. Слов с перегородкой. Мы закончили программу. Сейчас немного погуляем по Хельсинки, поедем домой. Это магазин Итала. Это посуда и различный декор. Небольшой секретный шоу-рум Эверо Арнио. Это магазин Артек. Магазин семьи Альвара Реалто. Здесь продается мебель, декор. Здесь китайцы покупают у китайцев все это. Один ульяк, но гайку, оно... Ван, патрик. Это магазин, но на самом деле выглядит как музей дизайнерских изделий, которые уже стали классикой. Так выглядят оригинальные вещи. Это не китайские подделки, это оригинал, то, с чего делают копии. Такой стул стоит 405 евро. Кто хочет сравнить цену оригинала и реплики, вот здесь этот диван стоит 6-700 евро. Наша поездка закончилась. Если вам понравился обзор, то ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч, пока-пока. Мы все только что узнали. Оказывается, это слепок с женской груди. Ой, история.